Сегодня я куплю админку на сервере Арисмайн, но перед тем, как я куплю админа, я бы хотел купить обычный донат. Прописываем в чатике слэш донейт, ну и первый донат это у нас гидра за 19 рублей. Нажимаем на неё и переходим на сайт Арисмайн. Значит, на сайте я выбираю гидру и ввожу свой никнейм сюда. Нажимаю на эту галочку и пополнение с карточкой, и погнали. А, почему я не могу? В смысле? А, нет, всё, могу, погнали. Секунду на секунду, мне сейчас должен прийти донат, поэтому, ребята... А, всё, пришёл. Так вот, что, ребята, я могу? Прописываю слово донейт. Я могу прописать свой собственный набор, посмотреть текущее время, открыть ручной верстак и ежедневный бонус. Ну что ж, давайте мы начнем с бонуса, потому что я, ребята, не знаю, какой бонус может даваться гидре. Поэтому прописываем бонус и... Вы сможете выполнить эту команду через 23 часа. Ребята, кто знает, что такое бонус, напишите в комментариях, потому что я не знаю. Ну окей, едем дальше. Ребята, бонус это же не единственная штука, которая может прописать гидра, поэтому прописываем собственный набор. Эта гидра 100% сможет, поэтому, ребята, прописываем и... Да, вот наша алмазочка. Что дальше может гидра? Давайте посмотрим, по идее, как... Да, ребята, ВБ может, по идее... Да, да, отлично. Я могу сделать здесь верстачки, могу сделать сундучки, в принципе, всё, что угодно, что делает верстак. Ну и последнее, я могу посмотреть время. Слэш тайм. Текущее время, день. Да ладно, серьёзно, что ли? Да, серьёзно. Установить день, дэй. Установить ночь, найт. Давайте мы гораздо попробуем прописать эти команды. Слэш дэй. И... У вас нет прав, чтобы изменять время сундучки. Зачем тогда оно написано? Непонятно. Ну ладно, давайте мы телевортируемся на спаун. И какому-нибудь просто рандомному игроку это всё дело отдадим. Например, вот, вот этому челику. Нет, он двигается. Давай вот, вот, вот этому. На, братан, держи. Надеюсь, что тебе... Куда ты побежал на шифте? Куда? Блин, ребята, ладно, давайте до церберу отдадим мой набор, потому что он не двигается. Его будет проще это всё дело скинуть. Ну а мы с вами смотрим следующий донат. Это у нас цербер за 99 рублей. Он может прописать свой собственный набор, покушать, получить голову игрока, игнорировать игрока, узнать информацию о состоянии сервера, открыть ручной эндерсундук и ежедневный бонус. Так, вроде бы как я оплатил. И, ребята, просто сейчас ждём, пока мне дойдёт донат. Он должен дойти с минут на минуту, ребята, поэтому просто ждём. И, кстати, уже очень много прошло времени, и что-то мне ничего не выдаётся. Неужели меня обманули? Нет. Такого, ребята, просто не может быть, поэтому просто ждём. Только вот сколько ждать? Непонятно. Прошло уже целых 30 секунд, а доната, ребята, у меня нет. Что за... Понял. Всё. Без проблем. Очень странно то, что я, временно, ждал практически минуту, чтобы мне выдали донат. Всегда выдаётся за секунду или за две. Что за бред? Ну, окей, давайте мы пропишем кит. Сразу же, ребята, просто кит, потому что, ну, мы как бы немножко проверяем наши привилегии на правдивость. Ну, правдивость команд, я, естественно, имею в виду. Ну, и выкинем этот набор, допустим, в этому челику, который, кстати... Ого, это у тебя ник. Это твой номер, что ли, телефона? Ладно, ребята, неважно, просто выкидываем ему кит, и челик просто подбирает его кит. Ну, ребята, в принципе, неважно, потому что мы идём дальше. А дальше у нас фид. Я как раз кем-то, вот, видите, проголодался немножечко. Пойду, прописываем слэш фид. Нажимаем на интер, и, в принципе, я успешно покушал. Было вкусно, спасибо. Ну, а дальше идёт у нас очень интересная команда, а именно скул. Типа не школа, а скулл. Ну, короче, вы поняли. Значит, прописываем слэш скулл. И давайте, допустим, сиви. И, ребята, мне вылазь голова сиви. Смотрите, вот она. Ну, и давайте попробуем получить мою головешку. Для этого я напишу скулл и мой ник Фрускес. Нажимаем на интер, и... 18 секунд надо подождать. Вроде бы как, 18 минут уже прошло. Ой, минут, секунд, извиняюсь. Поэтому дублируем наше сообщение. И, ребята, я получил свою головешку. Смотрите, я могу поставить вот сюда, и... Вот она, прикольно. Вот только зачем эта функция, непонятно. Но зато у меня уже есть две головы. И, кстати, они очень-очень похожи. Еще у сервера есть очень известная команда, называется ГЦ. Прописываем в чат слэш ГЦ, и, ребята, смотрите, что нам пишет. Аптайм, рестарт, среди ТПС и так далее. Мы можем узнать состояние сервера на данный момент. Только я не знаю, зачем это игрокам. Но, в любом случае, вы это можете сделать. Я думаю, это полезная команда тем, что, если вы рубежите ГЦ, то вы сможете узнать, когда будет рестарт. А он будет через 6 минут 24 минуты. Через 6 часов 24 минуты, точнее. Вернее, что они сужи? На этом плюшки этой команды заканчиваются. Но, но, ребята, зато, зато. У нас есть еще одна команда, которая называется ЕК. Прописывая ее, вы получаете себе дополнительно 3 слота, которые... 3 слота. Че? 9 слотов по 3, я хотел сказать. Получается, у вас есть целых 27 слотов дополнительных, которые вы можете заполнить хоть чем угодно. Например, вы вот скопали землю. Да, у вас очень много земли, и у вас просто она не помещается в инвентаре. Вы прописываете эндер сундук и кладите ее сюда. Ну и также у сервера есть бонус. Давайте мы его пропишем, и... Вы сможете получить эту команду через 23... Блин, ладно. Ну и следующий днат, это у нас Тритон, если я ошибаюсь, и... Да, ребята, Тритон, 300 рублей. Я его уже приобрел, и просто жду, пока мне он, ребята, выдастся. И он мне выдается прямо на съемке. Вот это я тайминг славил. Ну и давайте будем смотреть, ребята, что он вообще может. Он может прописать кит, естественно, он тайм, хэт и так далее. Давайте поочередно все это будем проверять, а именно начнем с кита. Думаю, ребята, то, что здесь сомнений нету, то, что мы сможем прописать кит. Поэтому, да, в принципе, сможем. Но так он мне не нужен. Поэтому по отработанной схеме давайте вот дадим этому человеку наш кит. Ну и будем смотреть дальше, ребята, что, что у нас вообще тут дальше есть. У Тритона есть очень интересная команда. OwnTime. Смотрите, сейчас у нас день, но для себя вы можете поставить ночь. Либо же наоборот, как вам захочется. Допустим, вам не нравится день, поэтому вы прописываете OwnTime, Night. Нажимаете на Enter, и у вас меняется на ночь. Таким образом вы можете менять день на ночь и ночь на день. Естественно, только для вас. Другие игроки этого не увидят. Дальше у нас идет очень интересная команда, а именно, давайте раскопаем блок. И вот вы видите сейчас мою голову. Это голова Саня Руды. Но если мы пропишем команду Head, то, ребята, вместо головы Руды у нас появится блок земли. Вот это поворот. Для чего это сделано, я вообще не понимаю. Но в любом случае это можно сделать, поэтому это круто. Очень круто, мне нравится. Ну и следующая команда у нас связана с огнем. По этому, ребята, мы идем к Лаве и немножечко себя вот так вот загоримся. Вот, только не умереть, не умереть. Пишем чат slash exit, и, ребята, мы просто-напросто тушимся. Ну а дальше у нас идет очень интересная команда, Китти Кэнон. Кто от моего канала, тот знает, что меня любят этой фигней потроллить. Прописываем сейчас Китти Кэнон, и... А, и ничего не происходит. Почему? Подожди. А потому что я написал Китти Кэнон, а надо Китти Кэнон. И, ребята, смотрите, я пуляюсь просто-напросто котиками. Смотрите, они просто вылетают из моей жопы. Давайте еще раз попробую это сделать. Пойду прописываем Китти Кэнон, и... Вот, вот, ребята, полетели, полетели, полетели котики. И это все дело сопровождается очень громким звуком. Поэтому вы можете надоесть любому игроку. Также с привилегией Тритон вы можете очищать свой инвентарь. Например, у вас есть дофигища земли, и вам просто ее некуда деть. Поэтому вы напишите slash clear, и, ребята, у вас просто-напросто очищается инвентарь. Удобно, если у вас дофига говна в инвентаре. Также с привилегией Тритон вы можете смотреть баланс другого игрока. Например, ребята, пишем баланс, и, допустим, вот чел зашел, волкер. И у него, ребята, смотрите, 25 тысяч долларов. И 29 уровень, чего? На этом фишке Тритона заканчивается, поэтому, ребята, сворим следующий донат. И если я ошибаюсь, это следующий Феникс за 500 рублей. Я себе его успешно купил, и, ребята, давайте смотреть, что он может делать. А делать умножить реально очень много всего. Например, например, я могу сделать штормовую погоду. Пробежим slash storm, и, ребята, теперь у нас будет дождик лить дождем. Чего? Каким дождик лить? Че я несу? Ну, а это все можно быстренько исправить командой slash sun. А, нет, вы сможете выполнять эту команду через 19 минут 48 секунд. Ну, а это все фигня по сравнению с донатерским чатом. Вы прописываете slash d и пишете вот сюда какое-нибудь сообщение. И вы перемещаетесь в донатерский чат. Здесь могут писать только донатеры. Игрокам тут вход запрещен. И не менее интересная функция это infc. Посмотреть чужой инвентарь. Допустим, нам нужно посмотреть вот этого человека инвентарь. Твоя смерть шесть шесть. И вот он, пожалуйста. С помощью команды infc мы можем смотреть чужие инвентари. Также можем посмотреть, кто находится рядом с нами. Командой slash near. Ну, и пока что здесь никого нету. Ну, и покупая привилегию феникс, вы можете банить ему дичеликов. Вот только с этим очень осторожно. Давайте попробуем. Пишем темп бан. Ник, допустим, вот такой вот ник. Забаним на один час. Причина, допустим, 2-1-1. Вы не можете забанить игрока, который не в сети. Ладно, ребята, просто поверьте, что вы можете это сделать. А, и, кстати, вы еще можете стать шпионом. Забыл вам это сказать. Прописывайте команду social spy. Ну, и теперь вы можете смотреть, кто кому что пишет. Вот вот этот пример. Ну, блин, пожалуйста, нафиг прошу. Написал Тим к мемен 3-0-2-2. Ну, и самое большое преимущество феникса в том, что вы можете перемещаться между серваками без очереди. Смотрите, выбираем режим. И, допустим, мы хотим зайти на первый экологический мир. Нет, давайте на второй. Вот. Здесь текущий онлайн 150 и 150. Но мы заходим, ребята. И у нас заходится. Так что это имба. Ну, а теперь у меня купился следующий донат. Это этот спандар. И, ребята, он может очень много всего. Играть в кости в казино с нулевого уровня. Это, ребята, самая офигенная штука, что могло вообще быть на этом свете. Потому что, ребята, мы можем выиграть в казино, даже не прокачивая свой аккаунт. Вот только, блин, у меня денег вообще ноль. Ну, ладно, неважно. Просто знайте то, что вы это можете делать. Но, естественно, это не основная фишка этого доната. Потому что мы, ребята, можем прописать день и поменять погоду на сервере. Точнее, день на сервере, да, извиняюсь. Либо же прописать слэш найт, чтобы поставить ночь. Но день, мне кажется, будет покруче. Также вы можете писать объявление в чат. Например, бц продам гараж. И у вас, ребята, это все будет в чатике в виде объявления. Либо же вы можете посмотреть информацию о человеке. Например, пишем ху из и нажимаем тап. Ребята, и смотрим, кто, ребята, вот этот человек. Это Артем, привилегия игрок, у него второй. Да-да-да-да-да-да-да. И вы можете узнать всю информацию об человеке. Кстати, еще вы можете поставить варп. А именно, пишем сет варп. И, например, 7761. Почему нет? Ну и теперь все игроки этого сервера могут терапевтираться на ваш варп. Прописав команду варп 7761, они терапевтируются вот в эту точку. Но помните, ловушки ставить на варпах нельзя. Ну и если вам этот варп надоел, вы можете всегда его удалить. Прописав команду dell варп 7761, вы, ребята, его удалите. А, ну и также у вас есть еще кит, как бы, ну, вот он, вот он набор пандара. Ну и, естественно, он мне вообще, ребята, не нужен, поэтому идем на спаун и просто, наверное, в стороночку его вот сюда выкидываем. Возможно, он кому-то понадобится. Вот, например, ему вот так. Ну и следующий дат, это, ребята, кронос. Это самое крутая привилегия на сервере. В плане не самая дорогая, а самая практичная. Потому что, ребята, вы дайте, внимание, всего лишь, всего лишь 2000, действительно. И получайте все команды сервера, практически. У вас есть РТП НИАР, который терапевтирует вас к ближайшему игроку. У вас есть НИАР, который показывает, куда идти к игроку. Вы также можете следить за игроком, то есть, вон он у вас вот там показывается, где он. И вам даже не надо прописывать НИАР постоянно, потому что у вас всегда будет вот эта вот штучка вверху. Кстати, давайте проверим. Вот так надо идти прямо, потом сюда и прямо. Остается, ребята, всего лишь 37 метров и где-то вот он, вот он, ребята. В общем, очень полезная штука, но мы идем дальше, потому что, ребята, у него очень много способностей. Например, например, у него есть Таргет Спай, это что такое? Мы можем это следить за конкретным челиком. Допустим, я хочу следить вот за этим челиком, это в аппе мы пишем конкрет... Подожди, или как? Блин, я забыл секундочку. Эй, ребята, мы пишем Таргет Спай и, например, вот этого челика. Этот игрок находится в другом мире. В каком? Так, ладно, да, ребята, давайте вот за этим челиком проследим. Это вот в япи. Прописываем, ребята, и все. У нас теперь слежка, и, в принципе... А, это то же самое, что если я нажму в чел... Так, ладно, я понял. Самое офигенное, то, что у него реально очень крутой набор. Ну, у доната Кроноса. Давайте, ребята, мы как раз его пропишем. У нас здесь дается защита тройка. Подожди, я думал, что защита четыре. Ну, ладно. Ну, ребята, это не все. У вас, да, допустим, сломалась лопата, либо же у вас просто на ней очень мало прочности. Что вы делаете? Вы пишете фикс хенд, и, ребята, она у вас... А, блин, вы не можете чинить зачарованные вещи. Короче, просто поверьте мне на слово, что вы можете чинить ресурсы. Ну, к сожалению, не зачарованы. Ну, и также вы можете снять зачарование с помощью команды гринд. Прописывая ее, ребята, вы нажимаете... А, еще надо конфирм написать вот так вот. Я снимаю все зачарования с моей лопаты, и теперь я могу ее починить. Фикс хенд. И, да, ребята, я ее починил, вон. Но теперь мне она вообще не нужна. Значит, едем дальше. Мы прописываем, ребята, слэш колор. И мы можем знать цвет префикса. У меня сейчас на данный момент это какой-то фиолетовый. Давайте мы поставим вот такой оранжевый. Теперь пишем единичку, и у нас вот такой вот префикс. Мы можем поставить вот такой вот цвет, потом написать единичку. И теперь у нас вот такой кронос. Ну, и так далее. А, все, прибежали, прибежали, узнали меня уже. А, ребята, еще, еще, я могу сплитаться. Ну, короче, плеваться. Пишем сплит или с... слипт. Блин, как оно пишется? А, ребята, спит, вот. И я могу теперь плеваться. По-моему, это тоже доступно от кроноса, и я могу через 40 секунд выбрать эту команду. Что-то большое, когда на него, ну ладно. Ну, и также, если вы боитесь, что вас спалит, вы можете поставить фейковый ник. Прописывай в чат ник, и ставите, допустим, вот такой вот тебе ник. Почему бы нет? Теперь, если вы на версии в чат, у вас будет вот такой вот ник. Ну, и напоследок вы можете отключить телепортации к себе. Командой ТПОФФ. Все, теперь ко мне никто не телепортируется. Никогда. Никогда в жизни. Ну что ж, я уже купил следующий донат. Это, ребята, дат ФОБОС. Вот, как бы, подтверждение. Ну, и я считаю, что это лучшее привилегие по соотношению цена-качество. Просто потому что, если мы прописываем донат, ребята, то здесь, ну реально, все есть. Вот, можете сейчас почитать, что, что здесь вообще, ребята, здесь все есть, короче. Помните то, что мне нельзя было чинить ресурс, который был зачарован. Так вот, с ФОБОСом вы можете это сделать. Например, у меня, ребята, поломался немножечко меч, и я пишу просто фикс хэннед, и, ребята, оно чаруется. Дальше. Если я умынусь с большой высоты, и именно слезусь я очень много сердечек, то я могу просто бросать команду хил. А, я сам восстановился. Ну, это, ребята, потому что у меня привилегия ФОБОС. Попытка номер два. Прыгаем, ребята, с этого моста. Да, точнее, не моста. Ой, нет, 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 блин, чуть не сдох. Так вот, ребята, у нас вот, ну, минус одно сердечко. Блин, здесь еще чили. Да что, почему вас меня телепортируют к вам? Идите в жопу. И, блин, ребята, мой персонаж снова, блин, отреганился сам. И я хочу сейчас снести, блин, пол баллона, давай. Попытка номер три. Просто, ребята, прыгаем, и вот, все. У нас вот нерегенится сердечки. Пишем, значит, команду просто ахил, и мы, ребята, похавали и отхилились. Лучшая команда вообще на сервере. Также у вас намного меньше задержки. А именно, мы можем писать РТП, НИР, РТП, НИР. Три секунды или две. Ну, короче, неважно. Две секунды на РТП, ребята, это ж кайф. Ну, если вам стало скучно, вы можете представить команду Рейнбов. Прописывая ее, у вас радужная броня. Да, ребята, она сама меняется. Немножечко там задержка одна секунда, но в любом случае. Блин, прикольно. Радужная броня. А где вы такое видели? Только на Рисмане, айпи в описании. Ну, ребята, она мне не нужна, поэтому я ее выкидываю, и она у меня снова появляется. Ну что, это дюб брони получается. Давайте, ребята, мы ее отключим, потому что мне она нафиг не нужна, и оденем нашу алмазку. Ну, и с привилегией Фобос вы можете дарить донат другим людям. Смотрите, пишем команду Грант, и давайте выдадим Гидру какому-нибудь рандомному челику. Давайте это будет Бебрович. Значит, пишу ее в чат Бебрович, и теперь пишу Конфирм. И все, ребята, я выдал ему Гидру, я могу выдавать, по-моему, если я не ошибаюсь, до Тритона. То есть, смотрите, ребята, Гидру могу выдать еще один раз, Целебра еще один раз, и Тритона один раз. Поэтому вы можете немножечко скинуть со своим другом, купить кому-то привилегию Фобос. Ну, и выдать другому другу другие привилегии. Короче, вы поняли. Ну, и также у Фобоса очень крутой кит. Защита 4, если я не ошибаюсь. Давайте мы краски вот клир пропишем, и пропишем новый набор. Это набор Фобоса. Нажимаем на вот этот вот верстачок, точнее, сундучок, и, ребята, да, это защита 4, прочность 2. Но мне она, опять же таки, нафиг не нужна. Поэтому мы прописываем клир, и, ребята, смотрите, что у нас дальше идет. Если я не ошибаюсь, это, ребята, Арис за 10 тысяч рублей. Он действительно может практически все. Я себе, ребята, уже его выдал. Не купил, а выдал. Внимание. Ну, и теперь, ребята, у меня здесь практически все права сервера. Потому что, потому что я могу Грант, я могу Кит, Квэш, я все могу. Я даже, ребята, буквально могу взлететь. Смотрите, я могу летать на сервере. Чего? Я могу прописать год, и становится реально, ребята, богом. Потому что мне не будет наноситься удар, мне не будут наноситься уроды. В общем, вы понимаете. Также, ребята, я теперь могу прописать Грант, и выдать кому-то Феникса, либо же Пандара. Давайте это караски и проверим. Пишем, ребята, Грант, и давайте выдадим Феникса. Нажимаю на Феникс, и давайте смотрим. Есть вот тут Бебра-Бебровна. Блин, почему везде Бебра? Ну ладно. А пишем, значит, конфирм. Вот. И, ребята, всё. Я выдал Феникса какому-то рандомному челику. Смотрите, вот она. Прикиньте, как челики просто офигелите, Бебра, блин. И смотрите, что пишет чат. Толик Ру, дай гидру поже. Я тебя Феникс отдал, алё. Ты что, офигел, что ли? Я... Ничего. Смотрите, она продолжает писать в чат. Толик Ру, дай гидру поже. У тебя Феникс, чувак. В конце видео ролика мы к ним телепортируемся и узнаем, что же они делают. Потому что мне очень, ребята, интересно, какая у них вообще реакция. У этих Бебр, блин. Ну и с помощью этого доната мы можем кикать челиков с помощью кик. Давайте как раз-таки кикнем Бебровича просто... А, он находится в бою. Понял. Давайте на Бебровну кикнем, и причина. Давайте 1-1-1. Почему бы нет, и... Блин, меня не смогут вообще забанить. Потому что, ребята, это некорректная причина кика. Надеюсь, что меня не забанят, реально. Наверняка вы помните то, что я чинил свои предметы в руке. Так вот, ребята, прописываем кит Ариса, и... Вау, ничего себе тут киточек. Это, ребята, лучший вариант на сервере. Ну, естественно, после... Назари, давай, нет! Блин, как он меня преследует, ребята, этот челик. Так вот, так вот, ребята, смотри. Он снова здесь. Нет, или... Короче, ладно, неважно. Эээ, ребята, у меня же год. Меня не... Точно, ребята, меня не могут никто ударять, потому что я в режиме бога. Но, в общем, ребята, это неважно, потому что я сейчас хочу вам продемонстрировать одну офигительную способность Ариса. В общем, смотрите, мы сейчас закосываем себе мечик, немножко закосываем себе лук. Ну, и пишем теперь команду Fix All. С помощью этой команды, ребята, мы чиним свои вещички, вообще, абсолютно все вещи. Неважно, зачарован они или нет, мы, ребята, всё это дело чиним. Ну, и представьте то, что вам дали очень дорогую шмотку, например, гнев богов, который можно купить, внимание, за 3000 Арисов. Вы можете это всё дело дюпнуть. Да-да, реально дюпнуть. Покажу на примере моего мечика, потому что это, ребята, самый новый мечик. Пишем, значит, вот, кладём его во вторую руку, пишем клоуна, и у нас появляется второй мечик в этой руке. Вот где вы такое видели, ребята, клоун дюп, серьёзно. И это, ребята, реальный меч, что я здесь могу его выкинуть, я могу его продать. В общем, всё угодно, что я с ним могу сделать, это, в общем, имба. Также я могу задавать викторины. Пишем question. Награду, ребята, давайте в 800 долларов. А, тут от 5000 долларов. Чёрт, ладно, ещё куплю, сейчас куплю Арисов немножечко. Так, ребята, давайте мы переведём немножечко наши Арисы в доллары, вот, вот так вот. Ну и теперь зададём наш вопрос. А, только вот, вот так вот, 5000, вот так вот. У меня пишут, введите вопрос, кто я такой. Введите ответ, да, напиши ему фриз, почему бы нет. Ну и теперь, и теперь нам нужно нажать вот сюда, чтобы ответить на мой вопрос. И, в принципе, кто угадает, тому 5000 рублей. И, ребята, вот, всё, чел угадал, фриз. И чел написал Арис, Арис-то, Арис, ну почти. И он, ребята, получил в награду 5000 долларов. В общем, интересная штука, можно протестить, если вы будете покупать Ариса. Также на сайте у нас есть аристократ, которого нету в Майнкрафте. Потому что это эксклюзивная привилегия. Которая даёт внимание, 15000 рублей. И я её сейчас куплю. Готовы, ребята, я купил привилегию. И смотрите, как она элегантно смотрится в чатике. Игрок Долик Ру купил привилегию Аристократ. Вот это, я понимаю, другое дело. Ну и считайте то, что вы купили реальную хелверку. Потому что, смотрите, мы можем телепортировать на спаун любого челика. Вот, ребята, смотрите, здесь есть какой-то типочек. Он отдыхает вот здесь. Вот, ребята, вот вы его можете набрать здесь. Вот, и у него ник 999, мака к 999. Очень интересно. Так вот, ребята, мы его можем телепортировать на спаун. Вот таким образом, всё, он исчез. Ну и так, может, немножко поприкалываться. Почему бы нет? Значит, далее. Вы можете прямо прописать Ваниш. Смотрите, Ваниш и всё, нас не видно. А то есть, считайте, нас нет на сервере. Ну, блин, ребята, это реально имба. Но другие Аристократы могут меня видеть. И могут писать мне в личные сообщения. Но мы всегда можем заблокировать сообщения. Да, как бы и выключить телепортацию, все дела. Ну и также у Аристократа есть очень крутой набор. Ну, ребята, сами посмотрите, это реально самый крутой набор. Поэтому пишем Аристократ и смотрите. Здесь, ребята, дофига тотемов. Супер, лучшая броня. Немножечко больше бэфов, немножечко больше пёрычек. Ну и в принципе, это всё можете делать, делая купить за 15 тысяч рублей. Хе, вот чё, пишет. Как тебе, Ваня, что ли, кру? Вообще отлично. И вы только взгляните на то, как офигенно смотрится Аристократ. Просто это реально жёсткое выделение. Ну и следующий динат, это хелпер. Ребята, я честно не знаю, что хелперы вообще делают. Поэтому давайте мы себе выдаём хелпера. Вот, я его себе купил, приведу, хелпер. Это я так умею, честно. Давайте попробуем какому-нибудь телепортироваться. И, о, ребята, я могу. Я могу телепортироваться к челикам, вау. Так, подожди, а это без, без колдауна? Да ладно, ребята, смотрите, я просто могу вот так вот быстро телепортироваться к другим челикам. Ну и по идее, я могу как банить, кикать без задержек, если я не ошибаюсь. У нас ещё старший хелпер, модератор, старший модератор. В общем, ребята, это всё неинтересно, потому что сейчас я выдаю себе админку. Админка, ребята, выдано, даже вот в чатике, ребята, написалось. Ну и что может админ? Я думаю, ребята, то, что вы знаете, то, что ГМ1, как бы, у меня нет вообще никаких ограничений. Также, вы можете телепортироваться просто к любому челику, написать ГМ0. Точнее, даже можно не написать ГМ0, а просто его немножечко вот так вот поударять, и мне ничего не будет. И, смотрите, ребята, внимание, я могу его поударять, и я могу линуть в любой момент, когда мне захочется. Потому что каудауна у меня тоже нету. Вы можете выдавать сколько угодно донатов, вот сколько вам влезет, серьёзно. Потому что на грант у вас нет ограничений вообще. Ну, что ещё может админ? Ребята, я честно даже не знаю, он может прописывать вот так вот, ребята, кит Аристократа. Только надо в ГМ0 выйти, и, смотрите, просто, ребята, ну что это такое? Я просто могу без какой-либо задержки прописывать кит Аристократа, и вот так всё дело это дело сметать. Это реально супер-супер кайф. У меня также есть неприкосновенность, то есть меня никто не может ни банить, ни мутить, вообще, ребята, ничего не могут делать, а я, наоборот, могу. И, кстати, ребята, смотрите, Бебра Бебровна, дайте три тонна тарбит, пыжу-пыжу. Да, блин, она вообще, подожди, ну-ка, в Ваня же зайдём. Я, ребята, обещал то, что я к ним телепортируюсь, и смотрим, смотрим, ребята, смотрим. Бебра Бебра Бебровна... А, подожди, а где Бебрович? Я думал, они вместе играют. А ну, подожди, Бебрович, это вообще другой челик, оказывается. А чё Бебров так размножаются быстро? Ну и также вы можете ломать спаун. Я думаю, то, что это ни для кого не секрет, потому что, ну, ребята, я админ, смотрите, я просто могу сломать весь спаун, я могу сетать, кстати, реально, ребята, я же могу сетать спаун. Да не только спаун, я могу вообще, всё, что угодно могу делать, серьёзно. Давайте, ребята, для теста пропишем want, и погнали немножечко здесь сетнем. Вот такую вот территорию, просто expand 10 down, и сет 0. Всё, ребята, смотрите, опа, здесь вот такой небольшой контейнер, его можно, ребята, заполнить водой, пощупывание. Давайте сделаем как раз-таки здесь пляжный сезон, провяжем сет water, и теперь, ребята, просто можно здесь купаться, почему бы нет? Заходите на второй мир, и, может быть, искупнётесь. Также я могу управлять экономикой, могу, короче, ребята, это же админ, он может реально всё, поэтому покупайте админа и кайфуйте. Ладно, ребят, на этом всё, большое спасибо за просмотр, в общем, мы дошли до, наконец-то, админов, видос получился очень длинный, за это лайк, подписка, Также вот тут вот два видеоролика, которые, короче, вы всё знаете сами, всё, я уже устал, серьёзно, всем удачи, всем пока, в общем, да, спасибо за просмотр.